Долгожданная суббота. Первая рабочая неделя 2022 года завершилась. Я думаю, все уже втянулись. Ну а сегодня расслабляемся и снова посиделки на Дорожном радио. Меня зовут Никита Леонов. Вместе с нами певец и композитор Сергей Куренков. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом. Всех с Новым годом, всех слушателей Дорожного радио. Он уже наступил по всем стилям, там и по Григорианскому, и по Юлианскому. Правда, год Тигра еще не наступил, он 1 февраля. Да у нас еще есть, то есть есть еще перспектива. Есть, да. Я знаю, Сергей, что вы любите еще и славянский Новый год. Ну, я на самом деле, как бы вообще люблю отмечать просто праздники. Ну, по крайней мере, два года назад, когда вы у нас были в эфире, вы говорили, что есть славянский календарь, и вы отмечаете Новый год по славянскому календарю. Славянский календарь есть, да, и у меня, кстати, были друзья, которые меня в это-то посвящали прям серьезно, даже звали на какие-то свои мероприятия. Но это уже два года, как мы вот не общались. Ну, ковид. Год Златорогу-го. Тура намечается по славянскому календарю. Да, это серьезно. Я нашел в интернете. 20 марта. Тигры еще и тур. Тигры и тур. В общем, все нормально. Праздников много, как говорится, и праздников много не бывает, с другой стороны. Да? Да. Ну, на самом деле, каждый день должен быть праздник. Тогда и на душе будет хорошо. Ну, если говорить про стандартный Новый год, расскажите всем нашим слушателям, как вы отметили. Отмечал в кругу семьи, дома. Редкий случай, на самом деле, за последнее время, наверное, так, чтобы мы прямо одни сами дома собрались с семьей и отметили. Это лет 10 такого не было. После этого поехали в Горный Алтай. Я люблю ездить по России. Вы любите путешествовать, да? Особенно зимой все-таки, чтобы снежок был. Красивые места. Вы добирались на самолете или своим ходом? Нет, на самолете, конечно, на самолете. Там покатались на лыжах, на коньках, на лошадях ездили прямо. Я, кстати, в Инстаграм видел, что у вас был и железный друг какой-то, железный конь. Да-да-да, на снегоходах тоже покатались. Это что за зверь такой? Ну, снегоход, все знают, что это такой снегоход. Но вот зверь, это точно. Потому что мы поехали на снегоходах. Какой-то новый маршрут был. И выехали, и смотрим, стоит волк. Прямо реально, я увидел волка, не успел докричаться другим. Два снегохода было у нас, кто увидели, остановились. Отстали от всех, долго смотрели, думали ехать, не ехать. А то вдруг сейчас стая, и нас начнут догонять. И весело встретили Новый год. Но на самом деле, мне хочется узнать, а нужны ли права на снегоход? Думаю, что нужны права на снегоход. Но когда ты отдыхаешь, с инструктором же ехали. То есть все под контролем было? Под контролем, да. Ну и ваша прогулка на лошадях. Это где было? Тоже на Алтае? Это тоже на Алтае. У них там лошади. Мы собрались с семьей, там друзья наши тоже выехали в красивое место. Там в горах прямо видовое место красивое. Очень интересная экскурсия зимой на лошадях. Это очень интересно. Красота-то как в сказке. Вы любите русскую зиму? Вот настоящую прям такую, чтобы морозец? Ну, совсем морозец. В прошлом году мы были там же, в город Молтай, поэтому мы поехали в этом году. Нам понравилось очень. Но в прошлом году там было 30 градусов. Это перебор. Это тоже было весело, конечно. Мы тоже катались на лошадях. В теплее одеваешься, и нормально. Ну, это караул, руки замерзают. А в этот раз было тепло. Было где-то минус один. Мне нравится, когда мороз 10 градусный трещит в аллеях парка. Нам весело, нам радостно, и на морозе жарко. Одобряете такую погоду? Ну, примерно так, да. Хорошо, вот если в Москве отдыхать, как вы считаете, куда можно пойти? Что можно посмотреть в нашем городе? Ну, Москва один из самых красивых городов вообще. Ну, вот она стала новогодней. Она была великолепно украшена и еще остается. Да, да. Это прекрасный, красивый город. На самом деле, вот даже перечислить, куда можно сходить на Новый год, не перечислишь. Потому что это в любое место, приезжая в Москве, там красиво и прекрасно. Если, вот вы родились в Красноярске, да, насколько я знаю, насколько я читал вашу биографию. Да. А если говорить про самый-самый любимый город в нашей стране? Вот нас слушают во всех городах нашей необъятной родины. Как вы считаете, какой самый-самый? Самый любимый мой город? Да, ваш. Зеленогорск. Зеленогорск Красноярского края. А, это вот где, собственно, вы появились на свет. Вот именно там, да? Где я родился, да, и вырос. Что вот там можно найти, в Зеленогорске Красноярского края? Очень красивый город, очень. Вокруг тайга, рядом водопад Багунай, недалеко там. Постоянно ходили туда раньше, как бы в турпоходы, назовем так это. Город предгорье Саян, озера, реки, Канрика прямо протекает по территории города, достаточно серьезно. Горная речка красивая очень, сплавляться по ней можно, там пороги есть на этой речке. А вы любите такой отдых, да, когда вот там с палатками, с байдарками? Ну, такой отдых, он такой специфичный достаточно, да, и он отличается от стандартных, потому что он разнообразный. Вот любой отель это все равно одно и то же. Ну да, что там, поел, поспал, опять поел на море. А здесь какие-то свои воспоминания, мы вот, даже у нас была поездка, там Дима Харатьян, Макареич Андрей, я, Артур Пеляин еще был, группа Квартал. Вот, мы сплавлялись как раз по реке Канда и Несея, это много лет достаточно назад было. Угу, так. Вот, и такое путешествие интересное очень. А сплавлялись на байдарках? Нет, мы плоты, плоты, два плота, и с двумя стоянками, рыбалка, ну, красиво очень. Сколько длилось ваше путешествие? Три дня длилось путешествие. Вам дали значок, наверное, какой-нибудь турист СССР. Нет-нет, я сам организовал, я же сам местный, я организовал, я всем значки дал. Ну, это правильно. Я напомню, дорогие друзья, Сергей Куренков сегодня у нас в гостях в программе «Посиделки» на Дорожном радио. Давайте мы через некоторое время поговорим про ёлочку, которую, не знаю, убрал Сергей Куренков или ещё стоит у него. Нет, стоит. А вот давайте сейчас пауза небольшая музыкальная, а потом продолжим наш разговор. Хорошо. В субботу с 10 до 11. «Посиделки» только на Дорожном радио. Сергей Куренков в программе «Посиделки» на Дорожном радио. Мы продолжаем нашу душевную беседу. Вот до того, как выйти на музыкальную паузу, мы уже начали говорить про ёлочку. Ёлочку. Раз, два, три, ёлочка, гори. У вас ещё горит ёлочка. Да, горит ёлочка. И на самом деле я всегда ставлю её рано, мы ставим семьёй рано. А рано это когда? Ну, где-то числа уже 15 декабря мы уже так ставим, чтобы уже новогоднее настроение было. И сколько месяцев? И убираем поздно. Но это живая у вас ель? Нет, мы искусственную ставим. Поэтому искусственную можно вообще не убирать, на самом деле. Ну, это вот идея. Пусть стоит. Но кто начинает вам говорить, вынеси ёлку, ну или убери там её? Ну, это как бы такой разговор-то начинается заранее совсем там, уже типа в октябре, когда мы будем наряжать, какого числа ставить, совместно с семьёй решаем. Типа давайте вот 15-го числа, там, 17-го. А кто отвечает вот за это, за всё, чтобы ёлка там стояла 15 декабря? Кто главный? Папа в семье или там дочка, не знаю. Нет, нет, вот дети, дети самые главные, они наряжали. Ага. Да, в этом году. Они выбирают игрушки? В этом году они наряжали, выбирали игрушки, всё делали сами, украшали. А вы принимаете только всё, да? Принимаю. Я даже не принимаю, просто прихожу, смотрю, красиво. Красиво, нормально. Вот, лайк. Да. Есть, в Инстаграм. Потом, соответственно, какого числа всё-таки разбор ёлки происходит? Когда пора её? Это всегда спонтанно. Это вот она стоит, 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 и мы говорим, ну, надо же убирать всё-таки, когда-нибудь надо убирать. Обычно это там в конце января, начале февраля. Все помнят, я думаю, стихотворение «В лесу родилась ёлочка». Но начало помнят все. А вот, смотрите, трусишка, зайка серенький, а дальше вы, Сергей. Под ёлочкой сидел. О, сидел, ну что же. Скакал. Порою волк сердит и волк. Вот это я вообще, да, пробегал. Как он пробегал? Тропою, что ли? Каким стилем? Каким стилем? Рысцою. Рысцою. Смотрите дальше. Чуй снег, по лесу частому, под полозом скрипит. А дальше? Вот вы говорили сегодня про лошадей, а тут? Лошадка. Какая? Мохно. Ну, подсказывайте. Ногая. Мохно-ногая, ёлки-палки. Ничего себе, какая лошадка. Торопится бежит. Хорошо, ещё везёт лошадка дровеньки на дровнях мужичок. И что он сделал? Срубил он эту ёлочку под самый корешок ёлки-палки. Сергей Куренков, я понял, что ёлку надо убирать, Сергей. Судя по вашим ответам на наш вопрос, пора уже заканчивать с Новым годом. Надо вспоминать детские стихи. Да. Помните ли вы, кстати говоря, в каком возрасте было написано ваше первое стихотворение? Вы же ведь поэт попозит. Это я прекрасно помню, это был шестой класс. Шестой класс школы. Вторая четверть. Да. И я это стихотворение... Я просто не выучил стихотворение, а нам задали любое стихотворение любого автора. Просто выучите любое стихотворение любого автора. Я не выучил ничего и прямо на перемене сочинил стихотворение. Ну, вот можете рассказать нам его. Я понял, кстати, что вы не любите учить чужие стихи по ёлочке. А вот со своими, наверное, у вас получится. Апрель-апрель, сибирская природа, идет капель, еще и снег в лесах. Растаяли лишь в городе дороги до солнца в теплых розовых лучах. Уже не будет зимушка морозить, уже не будут мерзнуть воробьи. Весна распустит листья у березы и улетят на север Снегири. И сказал учительница, садись, куренков, пять. И учительница говорит, кто сочинил? Я говорю, Тютчев. И учительница такая, ну, садись, ладно, хорошо. И после уроков останься. А, ну, то есть заметила подвох. И говорит, где взял стихотворение? Я говорю, сам сочинил. Она говорит, не может быть. Я говорю, ну, сам сочинил. Она говорит, садись. Я говорю, когда сочинила? Я говорю, на перемене. Она говорит, все, я договорюсь со следующим преподавателем. Ты чуть-чуть опоздаешь, сочини что-нибудь. И прям посадила на перемене. Я еще одно стихотворение сочинил, уже не помню его. То есть вы так вот легко можете прям вот раз и на перемене сочинить стихотворение? Ну, вот так получалось, да. Вот. И она такая говорит, да, здорово, надо о городе сделать стихотворение. В музей города поместим. Так и случилось. Сергей Куренков, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях в программе «Посиделки». Википедия — великолепная штука, и там есть статья про вас. Меня заинтересовало, знаете, что Сергей был участником диско-группы «Бон Хэй», получившей свою известность после выхода песни «Товарищ Горбачев, до свидания». Было такое, да. Была такая группа. «Бон Хэй». Такая достаточно веселая. Мы одновременно работали в ресторане и как бы дошли до такой степени, что пели только свои песни. И приходили в ресторан люди прямо на наши песни. Обычно-то все там Антоновы играли и так далее, а вы решили, что свое... Даже так было, да. Ну и потом появились облака знаменитые, да? Ну, это уже спустя годы, там я уже как бы... уже не поп-музыка. Это не совсем... не совсем такая поп-музыка, которая была в «Бон Хэй». В «Бон Хэй» все-таки танцевальная музыка была. То есть вам нравится танцевальный жанр? Да, нравится. И у меня есть, кстати, материал достаточно. Просто как бы все воспринимают меня как такого лирика, да? На самом деле у меня много хороших, быстрых песен. И вот кто приглашает меня на корпоративы или там где-то концерт даем, то в конце мы обычно устраиваем... То есть вы можете... Ге-гей! Дискотечку так пробить, все нормально. Дискотечку устраиваем. Приглашайте, дорогие друзья, Сергей Куренков у нас в гостях. А, кстати, если мы заговорили о концертах, вот когда намечаются у вас? Понятно, что планировать концерты сейчас сложно, но тем не менее, может быть, есть какие-то планы? Ну, январь отдыхаю, в феврале будут концерты в Москве, в Питере, у нас в Новосибирске, в Барнауле планируются концерты. Но Москва, Питер уже, билеты все распроданы. Так что извините, дорогие друзья, вот такой популярностью пользуется Сергей Куренков. Билетов не достать. Ну, если только я вас попрошу, вы, наверное... Ну, если стульчик подставить какой-нибудь принесут, да? Спасибо. Мы скоро продолжим нашу беседу. И я еще раз напомню, что Сергей Куренков у нас сегодня в программе «Посиделки» на Дорожном радио. Дорогие друзья, я не устаю напоминать, что с нами сегодня на одной волне Сергей Куренков, автор, песен и исполнитель. Человек, который, кстати говоря, родился в мужской праздник 23 февраля. Да, это, кстати, и плюс, и минус. А в чем плюс, в чем минус? Вот я в армии, когда служил, на день рождения всех отпускали в увольнении. А я на парадах, на смотрах. Вот такая история. Ну, а потом еще один минус есть, что не два подарка, а один. То есть пена для бритья и все, что ли? Ну, типа пена для бритья все. С днем рождения и с 23-м. Ну, или все-таки два подарка. Вот это тебе на 23-е, а вот этот, дорогой Сергей, тебе редко все совмещают. Кстати говоря, вот в этом году, это будет среда у нас, 23 февраля, красный день календаря. Но мы посреди недели будем отдыхать. Это же замечательно. Ну, это здорово, да. Получается, что практически, ну, один день сочканул, и еще один день добавил, и выходные прибавил, все, у тебя полноценный отпуск. Так логично, но сложно. Ну, хотелось бы. А вот на 8 марта отдыхаем три дня к ряду. Вот понятно, что новогодние праздники прошли, и мы уже думаем о следующих государственных больших праздниках. Потому что первая неделя рабочая завершилась, но народ-то уже устал. Хочется и отдохнуть, и подумать о будущем. Ну, в принципе, я вот вышел на работу и устал сразу. Хочется отдыхать все время. Но нельзя. Но нельзя. Приходится петь, приходится давать. Интервью на Дорожном радио. Суббота. Первая суббота. Ну, как первая? Не первая, но по большому счету вот она такая полноценная, когда мы понимаем, что именно суббота наступила, она первая сегодня. Потому что до этого никто не считал, какой день недели, когда эти длинные каникулы. Как вы вообще относитесь к каникулам, Сергей? Идут ли они на пользу? Раздаются мнения, что иногда нужно их сократить. Когда есть длинные каникулы, длинные каникулы, здесь, конечно, есть момент такой, что настолько привыкаешь отдыхать, что просто хочется продолжения банкета. Да. Да, и это бесконечный процесс, бесконечный. И многие люди, кстати, я вот замечал, что я приехал два дня назад, и на дорогах свободно было. Потому что многие люди думают, ну, еще там день отдохнем, еще день отдохнем. Поэтому я считаю, что, конечно, длинные праздники не совсем хорошо. Есть же отпуск. Ну, а, хорошо, оптимальное количество дней для каникул, как вы считаете, какое может быть? Вот трехдневные, как на 8 марта? Ну, нет, ну, там 4-5 дней, допустим. И хватит? Мне кажется, да. Ну, это мое личное мнение. Я думаю, что со мной большинство не согласится. Вы сказали, что вы за рулем. Вы часто, да, всегда за рулем? Или там все-таки кто-то водит? Нет, часто за рулем. Вообще люблю на лошадях. А, это я понял, да. За рулем. Вот все, что где надо поехать куда-нибудь, люблю. Люблю летать. А в пробке, если вы находитесь, вот чем можно заниматься параллельно в пробке, как вы считаете? Кроме того, что слушать дорожное радио, естественно. Я думаю, что не надо ничем заниматься. Надо следить за дорожным движением. Ну, вот знаете, девушки, например, я знаю, они красят ногти, скажем, безобразие. Поэтому обычно случается какая-нибудь проблема. То, кто-нибудь сзади там... Некоторые учат английский язык. Подъедет. Во время, вот, стоишь в пробке. Ну, вот это, кстати, вариант. Вот вы бы такой вариант. Вот я попробую. Это у вас план на 2022? Вы сейчас подсказали. Это у вас план на 2022? Да, да. А чем запомнился ушедший уже 21-й, если подводить итоги? Вот какие-то важные события для вас? Ну, такой достаточно был тяжелый год. И все ждешь, когда же, наконец-то, ковид закончится. И я думаю, что, наверное, самое большое такое событие, которое нас впереди ожидает, потому что все заканчивается когда-нибудь, да, это когда закончится ковид. Поэтому любое сегодня событие, наверное, связано с тем, что когда же все закончится. Поэтому год назвать, что там какие-то были такие глобальные события, очень сложно. Любые предыдущие годы, когда не было ковида, было больше событий. Ну, это у всех, я думаю, так. Ну, вот все-таки яркие воспоминания в 21-м. Не о плохом, а о хорошем хочется поговорить. Ну, яркие воспоминания, это... Вы посмотрели какой-то хороший фильм? Нет, это мои вот поклонники, это концерты, это встреча с хорошими, добрыми людьми. Вот мы ездили недавно на корпоратив в город Маркс, там нам понравилось очень. Город как называется? Маркс, город. Маркс. Привет всем, кто слышит оттуда. Это тоже в Красноярском крае? Нет, это на Волге. На Волге, так. Вот, очень прекрасная, приятная компания, мы подружились. Я думаю, что еще не раз встретимся. Сергей Куренков, человек, который любит отдыхать в России. У нас в гостях сегодня в программе «Посиделки». Отдыхать и работать в России. Мы скоро продолжим нашу беседу. Программа «Посиделки» на «Дорожном радио» продолжается. Салюты отгремели, салаты съедены, но сюрпризы не закончились. По крайней мере, у нас на «Дорожном». Хочу напомнить, что с нами сегодня на одной волне певец и автор песен Сергей Куренков, ну и также моя коллега к нам присоединяется, Анастасия Васильева. Доброе утро, Настя. Всем доброе утро и с прошедшими праздниками. И я вижу на ваших лицах очень такое веселое, приподнятое настроение утра. Потому что мы весело встретили Новый год и старый Новый год. И продолжаем весело встречаем. Вопрос к Сергею. Сергей, как вы вообще с утра в семье, в доме будете, членов семьи? У вас есть какой-нибудь ритуал, может быть, традиция? Как поднять всех? Ну, на самом деле, традиции нет, но все у меня в семье, особенно мои дети, любят, чтобы их будили медленно и потихонечку. Они как любят Сергея, там, ротоподъемы! Вставай, там, вставай! Они все, это караулы. То есть ты должен зайти потихоньку, по ручке погладить, там, волосики поправить. Это может занимать 15 минут. Ритуал 15 минут, чтобы всем проснуться. Отлично. Мы долго думали, как же вас в Новом году удивить. Ну, потому что вопросы, расспросы. Никита, конечно, в этом профи, он уже все, что нужно было, у вас выведал. Но мы пошли другим путем. Мы хотим задать вам ряд вопросов, необычных. Но вы сейчас узнаете не от своего лица. Но отвечайте, пожалуйста, искренне, очень честно. Потому что в этом вопросе лукавить у вас, ну, никак не получится. Готовы? Готов. Отлично. Итак, первый вопрос для Сергея. Почему папа грустный, когда проголодается? Ну, вы поняли. Это моя дочь. Вот, представь, пожалуйста. Какая из, кстати. Это младшая. У вас четыре дочки, насколько я знаю. София. София. Так вот, София сегодня у нас в роли интервьюера, эксклюзивно на дорожном радио, для вас будет задавать ряд вопросов. И вот первый вопрос, он очень актуален с утра, особенно после 15-минутного ритуала. Почему папа такой грустный? Когда проголодается. Да. Да. Я могу сразу сказать, что у всех мужчин в желудке находится часть мозга, отвечающая за настроение. Поэтому путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Совершенно верно. Все, все логично. И дочка, видимо, об этом тоже знает. Ну, у вас правда настроение повышается, когда вкусный обед или там ужин? Слушай, а у кого не повышается? Я думаю, у всех повышается. Да, это на самом деле. Ну, у мужиков-то точно. А любимое блюдо семейное какое? Чтобы вот на столе, если есть, все, даже если у вас плохое настроение, оно сразу повышается. Ну, на самом деле, у меня несколько таких семейных блюд любимых. Это борщ. Так, классика. Классика, да. Ну, у меня в основном классика. Это, значит, пюре картофельное с котлетами домашними. О, это бонусное. Что-то как захотелось есть, ребята. Сейчас столовую все быстро вношу. Отлично. Так, следующий вопрос. Естественно, наш юный интервьюер с нами. Что будет, если кенгуру прыгнет на батут? Это на сообразительность. Ну, если кенгуру прыгнет на батут, кенгуру будет чувствовать, что она большой... Кенгуру большой кузнечик. Ну, практически. То есть он в воздухе, видимо, это уже поймет. Поймет сразу. А как вот вы насчет активных игр, вот особенно с дочкой. Хватает у вас энергии? Особенно после гастролей, концертов. Приезжайте домой, а у вас тут маленький кенгуру, требующий внимания. Ой, у нас ученицы. Требующий на батут. София очень активная. Она может, если даже пять человек будет рядом и с ней заниматься, все пять человек через полчаса будут уставши. Лежать? Она будет довольна. Она будет продолжать прыгать. Продолжать будет, да. Как все дети. Как все дети. Нормальная история абсолютно. Так, следующий супер вопрос. Если русалка заболеет, она пойдет к врачу или к ветеринару? Я понял, что она учится выговаривать букву «Р». Да, она недавно научилась. Но я думаю, что она не сможет пойти, потому что ног нет у русалки. А если она вызовет скорую, то ее, скорее всего, в научно-исследовательский институт отвезут. И препарируют. Если ты не можешь дойти к мечте, ляг и лежи по направлению к мечте. Договорится. Так, интересно. Букву «Р» мы уже знаем, что София отлично выговаривает. Мы хотим ее похвалить за это. Давайте мы скажем «София, ты большая, молодец». София, молодец, умница. Сколько ей лет? Пять лет. Пять лет. Юбилейный первый год пятилеточки. Ну вот мне недавно пять лет исполнилось. Ну, так, следующий вопрос. А какая у вас самая любимая песня? Так. Вот она вы перешла. Она испугалась просто, что... Она сделала вид, что вас не знает. Самая любимая песня. Ну, самая любимая песня. У меня в траве сидел Кузнечик, потому что в детстве я ее пел ей. Брал гитару реально, чтобы она заснула. Я пел там «В траве сидел Кузнечик». Она засыпала. Это у нее самое любимое, наверное. Ну, и у меня получается. Так, хорошо. Которую поет папа для дочки. Это «В траве сидел Кузнечик». А которую папа не поет, вообще самая любимая. Есть какая-то... Самая любимая песня. Ну, много песен. У меня там и у «Стинга» много, которые я люблю. И наших песен много. Мне очень сложно сказать. У меня даже есть, допустим, и «Сидиси» любимая песня. Даже вот, допустим, «Блэк о Блэк». Да, как бы тоже очень люблю эту песню. Вот мы после хита Сергея Куренкова сразу ставим «Сидиси» с утра пораньше. Формат такой, да поменяли. Ну, кстати, вот если разбудить дочку, имейте в виду, и «Сидиси», когда она станет чуть постарше, тоже, мне кажется, отлично. Это, кстати, как в армии подъем. Да, это примерно. Родом подъем. Продолжим слушать девочку. Да, следующий вопрос. А кем легче быть, ребенком или взрослым? Философский вопрос. Философия, да. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что легче быть взрослым ребенком. Это как вы, Сергей? Да. Ага, воплощение. Тогда у тебя все время настроение, и все хорошо. А есть какая-то секретная формула? Как, несмотря на взрослые проблемы, оставаться в душе ребенком? И же решать нужно все равно. А вы знаете, вот проблемы же, они всегда виртуальные и временные, любые. Поэтому надо относиться к ним как к какому-то периоду. И просто заниматься ими, а не делать из этого какой-то ужас какой-то там, жить теперь невозможно. Отлично. И это, кстати, помогает и решать. С ребенком на одной волне, мне кажется, всегда. Это помогает решать проблемы. Вот если ты на проблему не реагируешь как на что-то ужасное, да, это помогает ее решить. Отлично. Так, есть у нас еще вопрос актуальный. На что бы ты потратил миллион рублей? Ну, конечно, на конфеты для тебя. Классно. Миллион на конфеты. Это правильный ответ. Много конфет в машину. Это сейчас правильный ответ. Ну, я думаю, у Сергея был уже, наверное, первый миллион в жизни. Уж, наверное, это осуществимая мечта, вот реально в жизни. На что вы потратили свой самый первый гонорар? Вот крупный такой вот заработок. Ой, да честно скажу, я даже помню, самый первый крупный заработок я на инструмент потратил. Как настоящий музыкант. Я купил тогда Корк М1. О, это легендарный синтезатор. Другого от этого мы не ожидали, на самом деле. С ним можно гастролировать даже там, где ничего больше нет. Есть только вот этот синтезатор, и он все сделает как нужно. Ну, и теперь у Сергея еще и несколько миллионов слушателей. Конечно, плюс, естественно. Это в бонус. Так, следующий вопрос. Как будет звать Красную Шапочку, если она перестанет ее носить? О, как его. Такие сложные вопросы, кстати, подготовила София. Я так думаю, что ее будет звать Экс-Красная Шапочка. Вы знаете, Король, Экс-Король. Экс-Министр. Экс-Министр. Или группа. Перестал носить Экс-КБ. Экс-Красная Шапочка. Кстати, как вариант, можно придумать продолжение, вместе с дочкой написать новый вариант современной Шапочки. Шарль Перо, я думаю, в восторге от того, что вы придумали, Анастасия. Так, еще есть сюрприз от Софии. Он музыкальный. Такой премьеры еще не было. Сергей Куренков вот сегодня представляет, даже не зная что. Это музыкальный... Это пока секрет. Да, это музыкальный сюрприз. Это пока секрет, мы будем его демонстрировать. Ну, давайте. Давайте. Раз уж начали. Долгом и долго крепко спали, Долгом, долго молчали. Старцы, вот и мы, Вот и мы, Вот и мы, Вот и мы, Вот и мы. Сильные, смелые от Сахир, Крепкие идут по земле. Не будем жить, Старцы обозначились, Вот и мы. Кто-то из Ростова, кто-то из Ковы. Понятно. Второй голос узнали, Сергей? Второй голос. Что за хор такой? Поет сейчас в эфире дорожного рождения. Это семейный женский хор мы. Вот мы едем на лошадях, это значит первое конное. Если здесь, это хор поселка нашего. Это была эксклюзивная премьера дуэт супруги и дочки Сергея на дорожном радио. Это новогодний сюрприз, подарок для всех, и для Сергея в частности. И в заключение такой вопрос. Считаете ли вы, что семья – это крепость и самая главная сила человека, тем более мужчины, уже в зрелом возрасте, когда он уже понимает и ценит, как это важно? Ну, это обязательно. На самом деле же, когда ты все время загружен, и особенно много часто перелетаешь куда-то, где-то все время отсутствуешь, да, когда приезжаешь в семью, видишь детей, видишь близких. Это отдельная история, потому что дети скучают, там, по пуля, вот это все, все нежности. Это такая приятная минута всегда. Мне кажется, Сергей очень трогательный папа, что он даже с гастролей находит время и обязательно пишет или присылает видео для дочки, для супруги, привет им передает. Да, это обязательно. Вот и пусть такая добрая семейная традиция весь год царит в семье Сергея. И в его песнях, в которых очень много любви, кому? К женщине. И к семье. И к семье, конечно. Спасибо, Анастасия Васильевна, спасибо, София. София, отдельное спасибо. Она как профессиональная радиоведущая, выговаривающая дорожное радио. Спасибо, Сергей Куренков. В субботу с 10 до 11. Посиделки только на дорожном радио. Посиделки на дорожном радио. Суббота только начинается, а нам уже весело. Мы этой радостью готовы бы делиться с вами, дорогие друзья. Сергей Куренков, напомню, у меня в гостях. Сергей, год только начался, а у вас уже новая песня, которая уже крутится в эфире дорожного радио. Да, хорошая песня. Это уже успех. На мой взгляд, хорошая песня. Мне она нравится самому, потому что написана от души. Ну, давайте, вот кто автор? Расскажите, как обычно это бывает. Вот как написано... Кто автор? Я. Как в основном всегда. Изредка я пою чужие песни, но немного. Совсем немного. То есть в основном всегда свои, исключительно. В основном все мои, да. Ну, так и все в семье, опять же, да? Да, да. Все заработанные деньги, так проще. Когда эта песня появилась? Как долго она записывалась? Расскажите. Появилась она перед Новым годом. Сочинялась она долго, потому что вот она сочинилась примерно за, допустим, 15 минут, а потом доделывалась долго, потому что первую фразу припева никак она не ложилась. Не приходила фраза, вот которая бы была, на мой взгляд, правильной. И около, ну, наверное, десятка три фраз всяких, я думаю, ну, наверное, вот так уже нормально, будем записываться, потом думаю, нет, мне еще надо подумать. И вот это примерно месяц еще я доделывал одну фразу ровно. Давайте расскажем, как эта песня называется и кто название, в общем-то, придумал. Да, на самом деле придумали ее люди, название, да. О, это важно. То есть был некий конкурс. Мы выложили, да, выложили песню, объявили конкурс, и по конкурсу победило то название, которое сегодня существует. Слезы — это не без роса. Сергей, я знаю, был продюсером у Дмитрия Харатьяна, да? Да. А приходилось ли вам работать в качестве конференции? Ну, как, я музыкальным был продюсером, то есть это мы просто записывали альбом из всех песен, которые Дмитрий Харатьян спел в разных фильмах. А конферанция приходилось вам работать когда-либо? Вот нет. Вот нет. Сегодня у вас такая возможность будет, Сергей. Поговорить люблю, но не приходилось. Сейчас, наверное, пришло время пожелать нашим слушателям чего-либо в 2022 году. Наша программа подходит к финалу уже. Пожалуйста. Желание всем слушателям в 2022 году, чтобы у вас сбывались мечты, чтобы вы были всегда счастливы и умели быть счастливыми. Я всегда это говорю, потому что умение быть счастливыми — это особое такое умение. У человека, может быть, все хорошо, он будет несчастлив. Надо находить позитив, искать позитив и обращать внимание на хорошее. Ну и сейчас Сергей Куренков, конферансье, представит вам, дорогие друзья, новую песню в эфире Дорожного Радио. Новая песня. Да, в эфире Дорожного Радио. Называется она «Слезы, это небес роса». Мне кажется, у вас хорошо получилось. Огромное спасибо за то, что пришли к нам в гости с утра пораньше в программу «Посиделки». Кстати, всех призываю сегодня слушать хит-парад «Звезды Дорожного Радио ТОП-10». Мы узнаем, вот насколько эта песня понравилась нашим слушателям. Опа, это вот сейчас для меня радостная новость. Я ее не знал. В 19.00 сегодня не пропустите хит-парад. Тоже буду слушать. Спасибо вам, Сергей. С Новым Годом. Спасибо вам. Меня зовут Никита Леонов. Пока. Всем привет. Пока. В субботу с 10 до 11. «Посиделки». Только на Дорожном Радио.